Всем привет, дамы и господа, вы на канале CryptoCommons, с вами Гриня и поговорим мы сегодня, конечно же, про биткоин. Обзор сегодня будет от большого к малому, от глобального к сиюминутному, поэтому начнем с макрокартины, не будем затягивать, погнали. Перед нами график логарифмической регрессии в виде радуги по биткоину, где показаны халвинги, то есть у половины не награды майнерам, вот этими вертикальными линиями, и показаны разноцветными полосами разные уровни цены. Собственно, мы видим, что нижняя граница канала – это распродажа, вот эти синие полосы, зеленые – это фаза аккумуляции, и вот салатовая – это стил-чип, то есть все еще дешевый биткоин. Все еще дешевый биткоин сейчас находится на уровне 38-44 тысячи долларов. Дальше идут уже ходл-позиция, желтая – 61 тысячи долларов, территория пузырьли – это 84 тысячи долларов, ну как бы мы движемся вперед, поэтому я двигаю курсор вправо. Фома – 120 тысяч долларов, продавай – 170 и максимальная территория пузыря – 245 тысяч долларов, что соотносится с моделью Stock to Flow, про которую все уже, кстати, забыли, и вообще с четырехгодичными циклами биткоина. Разве что, смотрите, у нас между халвингами обычно предыдущие два цикла пики пузыря были чуть ранее, чем посередине между халвингами. Смотрите, первый пик был вот здесь, и мы выходили выше территории пузыря. Потом у нас был крах биржи Маунт Гог с резким падением и начало медвежьего рынка. Дальше опять, смотрите, 2017 год, начало 2018 года, снова был пик уже чуть позже, чем первый пик относительно халвинга, но тем не менее еще не в середине, даже не в середине этого цикла. И опять к халвингу мы упали, как и в первый раз. И сейчас, смотрите, обратите внимание, что у нас уже середина этого цикла, а с точки зрения быков у нас все еще не было пика. То есть, если мы с вами ставим на лонг и ждем повышения цены выше 100 тысяч долларов, то мы должны понимать, что в таком случае мы говорим об удлиняющихся циклах, и то, что пик в этот раз будет позже, чем в предыдущие два раза, что в принципе соответствует статистике, потому что этот пик был тоже позже. И, соответственно, дно следующего медвежьего рынка тоже у нас может быть даже после этого халвинга, как вариант, потому что, смотрите, здесь дно было раньше, сильно раньше халвинга, здесь дно было практически в момент халвинга. Это, что называется, раз. Также хочу вам напомнить, что у нас есть уменьшающиеся возвраты. Опять же, посмотрите, вот этот пик был сильно выше, дно было точно на синей границе, этот пик был уже четко на красной территории, дно, ну, тут не видно, но на самом деле мы кололи в коронадамп ниже. И, соответственно, этот следующий пик может быть и не на красной, а на какой-нибудь оранжевой, например, линии, понимаете? Соответственно, и дно тоже может или ниже упасть, или наоборот тоже быть где-нибудь на зеленый, потому что волатильность уменьшается, и биткоин, скажем так, постепенно становится стейблкоином. Все это к тому, что один биткоин – это один биткоин или 100 миллионов сатоши. И по барабану, по большому счету, сколько это в долларах, в рублях там и так далее. Но это ладно, это уже криптомаксимализм, давайте не уходить от темы. Смотрите еще какой интересный момент. Мы с вами знаем, что у нас тренд бычий. То есть вот этот пик у нас был ниже, чем вот этот, а вот этот минимум был ниже, чем вот этот. То есть технически это бычий тренд с повышающимися пиками и минимумами. Но посмотрите, как интересно на логарифмической регрессии это выглядит. Канал-то не стоит на месте. Канал идет не горизонтальными линиями, а восходящими. Соответственно, кажется, если развернуть канал, повернуть его немного по часовой стрелке и сделать прямым, то кажется, что этот тренд уже медвежий. Потому что, смотрите, то, что здесь было еще FOMO 64 тысячи, здесь это уже было просто территорией пузырь ли это. А то, что здесь было все еще дешево, здесь уже, если мы опустимся туда, это уже будет фазой аккумуляции. И со временем, если мы опустимся туда, это будет фазой покупки. Так что да, смотрите, ребят, биткоин все еще дешевый. Но, тем не менее, в медвежьих рынках тоже он проходил фазу все еще дешевый. И это не мешало ему падать дальше вниз. Это что на стороне медведей. Здесь тоже, посмотрите, он был все еще дешевый, но потом падал в фазу покупки. Так что тут, конечно, да. Единственное, что говорит меня в пользу того, что это не медвежий рынок. Посмотрите, каждый раз в медвежьем рынке у нас был четкий тренд на снижение. То есть не было повышающихся пиков и даже флета. Здесь тоже, посмотрите, четкие понижающиеся пики и минимумы. Но сейчас у нас этого нет. У нас сейчас есть, еще раз вам напоминаю, повышающиеся пики и минимумы. Либо флет, если вы берете в расчет эту логарифмическую регрессию. То есть то, что мы априори по умолчанию со временем немного растем. Но теперь давайте переместимся на график. И я вам покажу более интересные детали здесь. Но перед тем, как мы это сделаем, ребят, я надеюсь, конечно, что вы все умные товарищи. И никто на это не ведется. Но тем не менее, я вижу, иногда пишут в чатах и в комментариях, что гринни скамер. Там он в WhatsApp просит какие-то средства куда-то переводить. Там под 750% годовых и так далее. Друзья, ни в коем случае не ведитесь вот на это. Если вы новичок, может быть вы не в теме, или если вы наивный товарищ. Это все, естественно, мошенники и скамеры. Никогда ни гринни, никакой другой блогер не будет просить у вас никакую крипту, ни под какие проценты в доверительное управление. И никаких вам гор золотых обещать. Поэтому, ребят, мы просто не успеваем удалять всех этих скамеров. Вот, видите, я сам их делаю дислайк. Обязательно делают им репорт. Вы тоже можете делать репорт, что это миссинформейшн, вводят заблуждения, скам и так далее. Не дайте себя обмануть. И помогите также обезопасить новичков от потерь. Ни в коем случае никому не переводите свои деньги. Весь контент мы даем абсолютно бесплатно. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обновления. И на наш телеграм-канал тоже, кстати, подписывайтесь. Сейчас он появится у вас сверху. И ссылка, естественно, в описании. Так вот, смотрите, какой у нас расклад. Мы находимся с вами на месячном таймфрейме. Свечи хайка наши включены, которые лучше показывают тренд. И единственный индикатор – это сетка EMA Ribbon. Один из моих любимых индикаторов, который я подсмотрел у Карла Думун. Кстати, спасибо вам большое за это. Если вы не знаете, кстати, как настроить правильно TradingView, даже бесплатную версию, посмотрите обязательно обзор Карла Думун в моем переводе «Лайфхаки по TradingView». Очень полезный обзор. Как настроить себе бесплатную версию, как у Pro. Смотрите, что здесь примечательно на месячном таймфрейме. Это будет долгий обзор, мы с вами пойдем от и до. Что здесь примечательно на месячном таймфрейме, что мы никогда не опускались ниже сетки EMA Ribbon. Ну, за исключением, конечно, вот этой вот сопли на Corona Dump. Но это была тень, как мы откупились, и телом свечи остались очень сильно выше. То есть это экстремум, который можно не считать. Ну, вот здесь тоже был как бы… Опять же, если вы посмотрите, тела свечек не опускались ниже. Соответственно, что мы можем утверждать? Что сетка выступает всегда ультимативной поддержкой на дне медвежьего рынка, как вы можете видеть. Ультимативной поддержкой биткоина. Теперь смотрим дальше. Вот у нас был бычий рынок, медвежий, бычий, медвежий. И сейчас идет бычий. Опять же, многие, кстати, спорят, вот это было дно медвежьего рынка или вот это. Потому что технически это было дно ниже. Но я склонен считать, что дно медвежьего рынка все-таки было вот здесь, на COVID-дампе. А это был просто отскок в рамках коррекции ABC. И сейчас у нас идет бычий рынок. Опять же, кто-то считает, что он уже медвежий. Но, как я говорю, по моей технике, смотрите, у нас есть повышающиеся пики и повышающиеся минимумы. Поэтому, ну, даже не только по моей, а по стандартной технике теханализа, это называется бычий рынок, друзья. Медвежий рынок официально наступит, если мы пробьем уровень 29 тысяч и закрепимся ниже. Пока этого не произошло. Теперь смотрим. Помимо того, что мы видим, как сетка выступает ультимативной поддержкой биткоина, мы также видим, что внутри сетки цена оказывается только в моменты медвежьих рынков. Соответственно, посмотрите, когда рынок бычий, мы всегда отбиваемся от верхней границы сетки. Обратите на это внимание. Потом, естественно, с запозданием уже начинается медвежий, но мы входим внутрь сетки, и медвежий рынок заканчивается внутри сетки. Это было здесь. Также здесь, посмотрите, бычий рынок 16-17 года. Мы тоже отбиваемся от сетки, не опускаемся ниже нее. И когда мы начинаем падать внутрь сетки, это уже медвежий рынок, и заканчивается он тоже внутри сетки. Теперь посмотрите, что происходит сейчас, ребята. Сейчас, на мой взгляд, очень критически важный момент для истории биткоина, потому что у нас с вами зеленая месячная свечка, которая очень неплохо отскакивает от сетки. И мы пока еще технически, смотрите, телами свеч не опускались ниже сетки EMA Ribbon. То есть, да, мы имеем дело с очень затяжным флетом, которым посеяли тотальное неверие в том, что рынок все еще бычий. То есть, сейчас мы видим, что половина людей примерно топят за лонг, а половина за шорт. Я вам так скажу, по моему опыту, это как раз говорит о том, что все еще лонг, и рынок все еще бычий. Потому что, когда начинается медвежий рынок, как вот здесь, поверьте мне, все 100% топят за лонг. 100% говорят, что мы уже никогда не упадем, и это новые парадигмы. Здесь тоже. Когда все сомневаются, это чаще как раз случается перед ростом. Еще раз обращаю ваше внимание, что мы удерживаем все еще сетку EMA Ribbon. То есть, очень важно биткоину сейчас не опуститься ниже и не закрепиться вот здесь. Если это происходит, то действительно технически рынок станет медвежий, и будем ловить его дно где-то на 25 тысячах примерно, если это произойдет сейчас. Но я думаю, что если это произойдет позже, как я думаю, и сетка поднимется наверх, и цена тоже поднимется наверх, то тогда и дно рынка, как вы можете понимать, тоже уже сместится куда-нибудь вот в район туда, где мы сейчас, уровень там плюс-минус 40 тысяч долларов. Почему еще я так думаю? Переключаемся на двухнедельный таймфрейм. Что мы тут видим? Мы удерживаем сетку EMA Ribbon. На Cypher у нас сигналит зеленая точка и money flow зеленый, что говорит о том, что продолжение обычного тренда в приоритете. Также у нас, естественно, есть вот такая вот глобальная трендовая линия, которая тоже показывает нам, что мы сейчас идем наверх более-менее по ней. И есть у нас вот такое подобие канала, если хотите, на дне которого мы сейчас находимся, опять же. Но я хотел показать вам не это. Я показывал в своем видео, которое называется «Цикл биткоина» важную вещь. Почему я думаю еще, что дно медвежьего рынка примерно там, где мы сейчас находимся? То есть мы сейчас, вот этот год мы стоим не просто так. Весь этот год мы стоим на уровнях 30-50 тысяч, потому что мы обрисовываем здесь дно следующего медвежьего рынка. Каждый раз на пути к новому all-time high мы встречаем промежуточное сопротивление, как было вот здесь. Видите, мы не смогли его сразу пробить, отверглись, потом пробили. И в итоге это сопротивление становится ультимативной поддержкой дном следующего медвежьего рынка. Это было вот здесь в 2013 году, уровень в 150 долларов примерно. Точно так же было вот здесь в 2017 году. Посмотрите, мы сначала не могли этот уровень пробить, отверглись, потом пробили, закрепились на нем как на поддержке, потом улетели еще на несколько иксов на all-time high, и тоже отбились точно от него, как от поддержки уже на дне медвежьего рынка. То есть каждый раз мы, грубо говоря, посередине буллрана обрисовываем свой новый уровень поддержки. И здесь, посмотрите, происходит сейчас точно то же самое. Переключаемся на недельный таймфрейм. Вот этот уровень, плюс-минус, где мы сейчас и стоим, где мы стояли. Это уровень примерно в 39-40 тысяч долларов. Смотрите, сопротивление не смогли пробить, пробили, упали ниже, вернулись, отбились как от поддержки, пошли наверх, снова удержали как поддержку, немного пробили ниже и пошли наверх. То есть, на мой взгляд, мы тут не просто стоим целый год, а как минимум показываем, что это очень сильный уровень. Тем не менее, на стороне медведей у нас есть медвежья дивергенция огромная, которая, как я уже много раз отмечал, что, как правило, она отыгрывает в бычью сторону. Вот, посмотрите, сколько у нас было медвежьих дивергенций. То есть они, конечно, говорят о том, что со временем тренд перевернется. Вот о чем они говорят. Вот была медвежья дивергенция, вот была медвежья дивергенция. И только после этого третий финальный всплеск, и потом даунтренд. То есть я как раз жду сейчас, что это медвежья ловушка. Это вполне может быть медвежьей ловушкой. Посмотрите на сайфере, у нас начинался красный манифлоу вот тут. То, о чем я говорил, что это, скорее всего, ловушка. И после этого волна пошла наверх, здесь волна пошла на нет, зеленая точка. То есть манифлоу похоже, что сейчас, как и МакДи, просто сыграл с теми, кто зашартил злую шутку, и мы пойдем наверх. Опять же, смотрите, мы были под сеткой MA Ribbon, она уже начинала разворачиваться в медвежку, но мы сейчас ее пробиваем сильно на хороших плотных свечках с хорошим объемом. Здесь не смотрите объем, потому что это биржа Bitstamp. Я просто смотрю на ней самый долгий график. Объемы на ней упали еще в 2017 году, когда появился Binance. Поэтому объемы здесь по ней смотреть не нужно. И те, кто пишут, что сейчас маленькие объемы и смотрят Bitstamp, просто не понимают, о чем говорят. Окей, значит, что мы видим? На недельке уже смешанные сигналы. То есть вроде бы мы вошли в зону медвежьего тренда, вроде бы был красный манифлоу, медвежий дивер. Но мы видим, тем не менее, что быки не сдаются. Есть сила. При этом, как я уже сказал, повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы рисуют потенциальный, возможный такой огромный бычий флаг с каким-то вот таким вот пробитием куда-нибудь на 200 или 220 тысяч долларов. Опять же, вы поймите, что кто думает, что это бред, такие прогнозы. Во-первых, посмотрите на историю биткоина, как он себя вел. Никто не верил и ни в 20 тысяч долларов, и ни в 10, и ни в 200 долларов, и ни в 100. Понимаете? Но он это делал. У биткоина есть глобальный тренд наверх. А во-вторых, вы просто посмотрите на то, что происходит с деньгами в мире и с макроэкономикой. Такая бешеная инфляция, печатный станок и обесценивание фиатных валют. Поэтому все самое интересное еще нас ждет впереди. Окей, приближаемся дальше и попробуем разобраться, что же там происходит сейчас на дневном таймфрейме. На дневном таймфрейме у нас картина на самом деле очень интересная. Смотрите. После вот этого вот дивера пошли уменьшающиеся волны на сайфере. И как мы с вами и говорили, в телеграме у нас был пост вот здесь сделанный, что это лонг. Поэтому обязательно подпишитесь на наш телеграм. С тех пор у нас пошел зеленый манифлоу. И сетка EMA Ribbon тоже развернулась в бычью сторону. То есть сейчас все говорит за бычку. Но еще более краткосрочно есть вот тут красная точка, которая говорит за то, что может быть возможный откат до сетки перед продолжением бычки. То есть в любом аптренде есть более мелкие даунтренды. Надо понимать, что любой bullrun, он состоит из коррекций пампов и дампов. 12-часовик тоже бычий, сетка бычая. Тем не менее, вот тут напрашивается небольшая локальная коррекция даже по сайферу и по всем индикаторам. Это не значит, что она точно будет. Она может пробиться и вот так, и потом быть. Но будьте к этому готовы. Сейчас на всю котлету all-in не надо вставать. Вот, 4-часовик у нас бычий. Посмотрите, мы прекрасно удерживаем сетку EMA Ribbon. И вот с этих самых пор у нас начались повышающиеся, даже вот с этих пор, повышающиеся минимумы после вот этих трех желтых точек на сайфере, на 4-часовике на дивергенции. То есть сейчас у нас явно мы имеем дело с разворотом тренда. Вот. И на часовике тоже посмотрите, какое красивое параболическое закругление у нас начинается. То есть в принципе похоже, что все еще только начинается. Даже если мы сейчас увидим небольшой откат куда-нибудь сюда, то в целом тут потенциал для роста огромный. Но как же на этом всем заработать, спросите вы, на этих движениях? Ну как, ребята? Опять же, вернувшись на месячный, давайте посмотрим. Тут, по-моему, ежу понятно, что заработать можно как инвестору. Потому что пытаться угадать краткосрочную волатильность крайне сложно. А в долгу мы видим, что биткоин растет. И покупай его, грубо говоря, на сетке M&Ribbon месячный. И сиди в нем как инвестор несколько лет и зарабатывай бешеные иксы. Да. Но краткосрочно-то все же мы спекулянты с вами и трейдеры. Многие из вас, да? Напишите в комментариях, ходлер вы или трейдер. И я подозреваю, что большинство являются и ходлерами, и трейдерами. Поэтому, конечно, очень важно, друзья, ходлить в основном биток. Но если вы хотите этим трейдить, и торгуя битком, друзья, вы можете зарабатывать на этом рынке. Поэтому напоминаю вам, что ссылки на все лучшие биржи вы найдете в описании, на которых можно торговать битком и арткоинами. А если вы ходлер и накапливаете, то ссылки на рабочие обменники, которые работают даже сейчас под санкциями в РФ, вы можете накапливать, складывая на надежные кошельки, с помощью этих обменников по хорошему курсу криптовалюту себе в долгосрок. Вот. Поэтому смотрите, что я вам покажу сейчас по трейдингу-то. Все мои позиции до сих пор открыты. Торгую на Bybit. Постепенно, по чуть-чуть разгружаю, когда вижу хороший профит. На Femex тоже вот стоят ведра на разгрузку. Но сейчас не об этом. Хочу вам показать один новый крутейший сервис по типу TRDR.io, который запустили наши друзья с канала BlaBlaCrypto. Большой им респект и привет. Сервис называется CandleWave. Чем уникален этот продукт? Смотрите, с виду это обычный сервис для графиков, да? Но как бы не так. Смотрите, что здесь есть. Вы можете выбрать любую торговую пару. Давайте на примере битка. Любую биржу для графика. А дальше вы запускаете стакан. Вот здесь, кстати, есть русская версия. Стакан. И вот он появился. И идете в настройки. Здесь есть агрегация. Использовать фильтрацию. Обрезать значения ниже, например, 50 биткоинов. Не показывать мелкие ордера. И подсвечивать значения выше 200 биткоинов. Окей. Нажимаем использовать фильтрацию. Сохранить. И вуаля, ребята. Он нам начинает показывать уровни на графике. Сильные уровни из стаканов бирж. Это очень полезная метрика. Здесь вы можете видеть сразу по сильным уровням. Вот мы сейчас уперлись в один из таких. И началась консолидация. Вы можете сами его настроить по-другому. Можете обрезать значения до 100 биткоинов. Например, тогда будет меньше уровней. Но самое интересное, что здесь есть, это бот. Ребята написали торговый бот. Нажимаем бот. И смотрим, что он показывает. И вуаля. Он показывает сигналы buy и sell. И, ребята, такой отработки я, честно говоря, еще вообще нигде не видел. Посмотрите, как точно он показывает сигналы на разных таймфреймах. То есть на 4-х часовике он сейчас нам показал краткосрочную коррекцию, о которой мы говорили. Вот эту красную точку на сайфере. И она сейчас отрабатывает. При этом на часовике он показывает еще больше таких сигналов. Но вы должны понимать, что чем меньше таймфрейм, тем это для скальпера больше. Но в основном это шум. На дневках он тоже показывает очень точно. Посмотрите. На дневках он пока говорит все еще находиться в лонге. И вот когда он скажет sell на дневке, вот тут-то будет более сильный сигнал. Также здесь есть еще индекс страха и жадности, нанесенный на график. Очень удобно смотреть, что сейчас происходит. Сейчас, кстати, уже мы входим из нейтрального в зону жадности. Что говорит тоже о напрашивающейся небольшой локальной коррекции, возможно. Но самое интересное, что здесь есть, друзья, это телеграм-алерты. Телеграм-алерты. Вы открываете этого бота в телеге. И можете настроить себе здесь любые уведомления. Вот у меня стоят Binance 5 минутки. Здесь я могу удалить 5 минутки. Но мне они нравятся, кстати. Вы можете настроить на любую монету. Вот, subscribe команду вводите. Выбираете биржу, допустим, Binance. Выбираете любую монету. Допустим, Dash я выберу. И интервал, скажем, 5 минут. И дальше он вам будет присылать алерт, который состоит из двух частей. Вот он по битку мне присылал. Смотрите, приготовиться к покупке. И покупка подтверждена. Или приготовиться к продаже. И продажа подтверждена. Это очень удобные алерты, потому что смотрите, как они работают. Вот, врубаем 15 минутки. Первый алерт он дает, когда загорается индикатор на покупку. Но свеча еще не закрыта. То есть он может, сказать, приготовиться к покупке. Но если свеча пойдет вниз, он не подтвердит покупку. Отменит сигнал. Но если свеча пошла наверх и закрывается, то он говорит, подтверждена покупка. Соответственно, сигнал достаточно проверенный и сильный. Фильтрует шум. Вот, как мы видим, они отрабатывают прекрасно на 15 минутках. Buy, sell, buy, sell, buy. Опять же, buy, sell. Поэтому, друзья, конечно же, дисклеймер, все это сопряжено с высокими рисками. Но если вы торгуете и хотите попробовать этот индикатор с плитами ордеров и сигналами на покупку и продажу, то, друзья, оставлю ссылку в описании на этот проект, Candle Wave. Регистрируйтесь по ней. По ней вы получите 15% скидку на первую покупку. И попробуйте все сами. Вот такой вот расклад. Ребята, это видео было чисто про биткоин. Еще раз резюмирую, что на макро таймфрейме мы с вами находимся в глобальном бычьем тренде. И похоже, что сейчас этим боковиком мы просто выносим всех неверующих и обрисовываем дно следующего медвежьего рынка. Сам я продолжаю все еще ждать целей в 52-55 тысяч долларов за биткоин в ближайшее время. Даже будет или не будет локальная коррекция. Тем не менее, я думаю, что мы идем туда. И последнее, что хочу вам сказать про текущую ситуацию. У нас есть с вами глобальный такой тренд наверх. Вот я его выделил в качестве такого канала. Это тренд без экстремумов, скажем так. Посмотрите. То есть честная цена биткоина в здоровом бычьем тренде идет, грубо говоря, внутри этого канала. Если бы она так и шла, то этот бычий рынок торговался бы очень-очень просто. Посмотрите, вот мы задали здесь этот тренд с 10 тысяч на 20. Потом мы очень резко улетели на 60, чего не должно было быть. По идее, вот мы могли вернуться в канал и дальше накапливаться. Потом мы снова вернулись в канал. Потом мы из него немного вышли. Вот здесь был экстремум. И вот здесь мы сейчас сильно ниже канала. То есть это тоже, на мой взгляд, экстремум. То есть вот этих вот вещей, если их исключить, грубо говоря, и усреднить цену, то вот она, здоровая честная цена. Первый раз никаких 60 тысяч не должно было быть. И даже 40. Здесь уже мы находились на честной цене в 30-40 тысяч. Здесь тоже мы немного выше ушли, потому что честная цена была до 55. А вот здесь мы ушли сейчас сильно ниже, потому что по этой моей теории сейчас честная цена минимальная это 55, куда мы идем. И если мы так сделаем и вернемся в этот канал, то верхняя граница этого канала будет уже в районе 77, а то и 80 тысяч долларов, чего я сейчас, собственно, и жду, ребята. Вот такой мой прогноз, что мы вернемся в этот канал честного тренда и дальше пробьем его наверх уже в территорию нового пузыря. Потому что любой пик бычьего рынка это всегда пузырь, надо это понимать, а честная цена она где-то между и где-то ниже. Поэтому вот что-то такого я и жду. Не знаю, на 100 или на 200 тысяч мы улетим или на миллион, это уже вопрос к маркетмейкерам и к скаму доллара. Но тем не менее, потом обязательно будет коррекция и будет сильное снижение. Вот у меня такой план игры. Напишите, какой у вас план. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо, что досмотрели это видео. Всем профитролей. И обязательно проведем лайфстримчик сегодня вечером по поводу закрытия месячной свечи по биткоину и посмотрим все интересующие вас альткоины. Но в целом, кстати говоря, раз уж сказал, глядя на многие альткоины, похоже, что у нас с вами завершена сейчас как раз коррекция А, Б, С. Посмотрите, то, что был сильный импульс весной прошлого года, после этого мы сильно упали, дали ложную надежду всем здесь, кто зашел снова в логи. Снова их вытряхнули, и теперь они потеряли полностью интерес к рынку. Это видно и по количествам просмотров, и комментариев, и видно, как спекулянты сваливают из чатов, которые хотят быстренько нарубить иксов. И сейчас, похоже, что как раз то самое место, где вот этот макротренд восходящий отыграет поддержку, и мы увидим очередной альтсезон по многим монетам. Так что продолжим этот разговор в вечернем стриме. Всем профитролей. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok